Друзья, всех приветствую на торговой сессии четверга. Традиционно мы на финансовых рынках и продолжаем разбирать и говорить о ключевых фундаментальных событиях, которые сейчас в моменте влияют на динамику финансовых активов. Сегодня, как вы уже поняли, работаем в обновленном формате. Думаю, что в дальнейшем буду больше добавлять сессий именно разбора через статьи, какие-то конкретные события в хронологии и в содержании экономического календаря. Традиционно жду, друзья, у вас фидбэк, потому что, на мой взгляд, в целом, как воспринимать информацию, наверное, не принципиально, что в привычном для вас формате, что таким образом, может быть, даже визуально более приятно. Предлагаю традиционно перейти к демонстрации экрана и уже посмотреть на то, на чем бы я хотел, чтобы вы сакцентировали ваше внимание. Так, секундочку. Прежде всего, традиционное напоминание о том, что у нас есть очень хороший канал на YouTube. Я стараюсь добавлять все больше и больше контента на него на разные темы, друзья, для того, чтобы у вас было больше информации. Вы наверняка заметили то, что у нас все больше интервью, совместного контента с нашими партнерами. Больше мнений – это не меньше мнений. То есть даем оценку общей ориничной ситуации не только с фундаментом, но и с позиции технического анализа. И традиционно в каждом видео, в котором я участвую, я призываю вас немножко прокоммуницировать с нами, как с компанией. Со мной в комментариях написать ваши предложения. Может быть, опять же, какой-то актив вы хотите, чтобы мы рассмотрели с партнерами. Если будет, скажем, особая потребность в этом, я пойму действительно, что перспективы того или иного инструмента интересны. Большому кругу нашего трейдерского сообщества обязательно коснемся этих инструментов. Друзья, как вы знаете, выборы уже совсем не за горами. Сейчас происходит несколько замещений в плане основных фундаментальных событий и главного граничного триггера. Я очень рассчитывал на то, что нам не придется говорить о тех страшенных последствиях для мирового экономического роста, которые сейчас проявляются из-за второй волны ковида. И, к сожалению, это не просто, скажем, волна, которая накатила вслед за первой, какой-то остаточный эффект. Нет, вот сейчас говорят уже о том, что текущее распространение пандемии – это тот фонд, который будет иметь более разрушительные последствия для мировой экономики. Вчерашний день, вы все прекрасно видели, это тотальный сброс рисковых инструментов. Все забыли сразу же о политических событиях в США, о грядущих выборах. Вы знаете, первый раз в течение дня я видел так мало новостей, которые касаются новых мер фискального стимулирования в США. То есть рынок забыл об этом. Рынок позволил погрузить себя вот в эту панику, которая связана с тем, что же будет с мировой экономикой из-за тех прецедентов, связанных с повторным вводом карантина к оквенщине во многих регионах мира. Я сейчас покажу вам несколько статей, чтобы еще раз обратить ваше внимание на то, что сейчас не какие-то шуточки. Это действительно продолжение истории. Мы свидетели всего этого, и трудно представить, каким последствиям, в принципе, все это приведет. Кстати, друзья, очень скоро мы добавим на наш канал, я думаю, что до конца этой недели еще один ролик, который будет связан с перспективными фондовыми рынка перед выборами. И после того, как выборы пройдут, на следующей неделе будет еще один ролик уже по горящим следам того, кто же станет президентом, как это отразится на мировой экономике, полагая, что многим будет интересно. Ну вот по ситуации с ковидом. Сейчас, я думаю, что на вот этом сайте, который всем вам известен, это сайт исследовательского центра Джона Хопкинса, посмотрите на эти страшные цифры. Кстати, может быть, даже более важной визуальной составляющей здесь является именно рост количества заболевших за сутки. Это только лишь кривая наклона, друзья. Это, к сожалению, лишь доказывает то, что сейчас распространение пандемии вышло на какие-то исторические рекордные уровни. И это вот как раз и омрачает перспективу мирового экономического роста. Локально хочу обратить ваше внимание еще на несколько регионов. Это вот Штаты, где сейчас перерисуется статистика. Вы также поймете, что здесь вот пиковые значения. Также отдельные регионы, о которых мы сейчас поговорим, посмотрите, Франция. Если мы сейчас проанализируем Испанию, тоже пиковые значения. Италия вот тоже хочу показать. И еще затронуть стоит Англию, которая также остается еще одним эпицентром распространения ковида. Кстати, друзья, то, что по именно данным Всемирной организации здравоохранения следует, то, что 46% всех случаев заболевания за последнюю неделю, почти треть всех летальных исходов, пришли на европейский регион. И ранее я уже обращал ваше внимание, что при таком развитии событий, скорее всего, пойдут новые локдауны. И вот, посмотрите, первой ласточкой выступила у нас Германия. Меркель ранее объявила о жестких мерах карантина для всей Германии. Они начнут действовать 2 ноября. В стране прекратят работу рестораны, бары, кинотеатры, развлекательные заведения. Магазины будут работать с ограничениями. Вслед за Германией точно подобное же решение было принято и Эммануэлем Макроном, президентом Франции. С 28 октября вводится частичный локдаун. И, на мой взгляд, эти меры абсолютно оправданы, потому что, может быть, сейчас как раз та самая ситуация, когда не стоит думать о каком-то экономическом будущем, стоит решить проблему именно социального характера. И я поддерживаю, опять же, такие решения. Конечно же, впоследствии этим экономикам придется очень не сладко. Мы будем работать с этим новостным фоном, поскольку есть уже определенный опыт того, что можно ожидать после первой половины 2020 года. Мы знаем то, что если рынок зацикливается на теме пандемии, то ни к чему хорошему это не приводит. И вчерашний сброс рисковых активов явные тому доказательства. Следом может пойти, кстати, и Англия. Думаю, то давление, которое сейчас оказывают на Джонсона, ввиду того, что в Англии тоже фиксируются рекордные показатели по количеству заболевших, в конце концов, все это конвертируется в решение каких-то тоже мерах, более жестких ограничений. Друзья, по именно содержанию экономического календаря. Сегодня в рамках торговых сессий я рекомендую прежде всего обратить внимание на заседание Европейского центрального банка. Мы традиционно в 15.45 для этого события ждем решения по процентной ставке. Потом в 16.30 пройдет пресс-конференция. Кристин Лагард. Ранее в течение дня выйдут данные по темпам экономического роста американской экономики. Соответственно, еще нужно будет обратить внимание на отчет по заявкам на пособия по безработице. Вот сейчас можно даже посмотреть на графики. Секундочку. Друзья, по поводу вот этого отчета по рынку труда, разумеется, сейчас не самые лучшие ожидания, потому что мы видим, как развивается ситуация с COVID-19 в Штатах и прекрасно понимаем, как это отражается на состоянии корпоративного сектора, на занятости и на желании, собственно, предприятий, их возможности создавать новые рабочие места. Я в отношении американского рынка труда не питаю каких-то ложных иллюзий. Я уверен, что все-таки то, что происходит сейчас с американской экономикой, все это вылится в очень серьезную просадку по сектору труда. В конце концов, мы это увидим через отчет по Non-Farm Paralels. И еще раз все придем к выводу о том, что в условиях пандемии экономики несут страшнейшие потери. Это проблема, которую можно решить только лишь деньгами. Снова призываю вас, друзья, на фоне сохраняющейся паники, связанной с COVID-19, не забывать то, что, как и в прошлый раз, настроения могут быстро поменяться после того, как страны начнут анонсировать новые меры экономического стимулирования. И нам сейчас нужен триггер, такой весомый заряд решительности, прежде всего от Конгресса США, потому что именно штаты сейчас могут первыми принять решение о новых мерах поддержки на колоссальнейшую цифру, в 1,8 или даже 2 триллиона долларов. Я жду, собственно, этих мер поддержки, поэтому допускаю то, что еще, ссылаясь на последний комментарий Нэнси Пелоси, как вы помните, она определила своего рода новый дедлайн. До пятницы остается сегодняшняя и завтрашняя торговая сессия. Да, конечно же, если до завтрашнего дня Конгресс не зайдет до того, чтобы помочь экономике немножко оснизить панические настроения, мне кажется, это сейчас очень важно, потому что посмотрите даже на динамику фондового рынка. Мы фактически по Dow Jones все, что нарабатывали с конца сентября, в течение, опять же, всего октября, вот за эту неделю из-за ситуации с пандемией вынужденно спустили. Dow Jones оказался снова в районе 26 400 пунктов, и сейчас всем, конечно же, интересно, какие решения, помимо вот этих ограничений ковидных, будут принимать власти. Я, друзья, остаюсь на стороне оптимистов, которые считают, что какой-то формат мер экономического стимулирования будет согласован еще до выборов. То есть есть сегодняшняя и завтрашняя торговая сессия. Я очень рассчитываю на то, что Конгресс все-таки примет вот эти меры, которые вернут на рынок оптимизм и, соответственно, помогут рисковым инструментам отбиться от тех локальных уровней, на которых они торгуются сейчас. Поэтому для меня по индексу Dow Jones является довольно важным этот уровень поддержки 26 400. Я полагаю то, что трейдеры смогут удержать это значение, и в случае, опять же, появления сообщений и новостей о фонде помощи, роста возобновится. Что касается золота, конечно же, вчерашняя распродажа золота – это вовсе парадокс, учитывая то, что когда речь идет о самых настоящих панических настроениях, то лучше всего, конечно же, делать ставку на защитные инструменты. То есть, если вчера снижались рисковые активы, то, разумеется, покупка франка, покупка золота – это должно было стать выходом для трейдеров, как можно сохранить капитал на фоне распродаж всего тотального риска. Но золото, посмотрите, тоже просело. А сейчас мы видели буквально это четырехчасовой таймфрейм, несколько свечей назад отбой от локального уровня поддержки – 1872. Думаю, то, что пока мы можем работать с этим значением и особо не паниковать, если, опять же, каким-то образом, немыслимым, с учетом того фона, который сложился, медведи смогут продавить это значение. Я думаю, что мы на брифингах с вами обсудим, как действовать дальше. Но пока, друзья, давайте все-таки составить на то, что этот инструмент выкупят. Опять же, сейчас золото – это хорошая ставка из-за того, что происходит с экономикой в плане ковида. И потом золото останется хорошей ставкой, потому что с этим ковидом придется работать, бороться через доп. стимулирующие меры, которые будут раздувать инфляцию и создавать еще дополнительные условия для роста рынка драгоценных металлов. Индекс доллара, друзья, 90… Сейчас, секундочку, прям локальный максимум. 93,65. Я думал, что выше 93,50. Мы вряд ли пройдем. Но все-таки вот чуть-чуть вышли мы выше этой зоны. И сейчас, опять же, корректируемся вниз. 93,38. Вы должны, друзья, как бы усвоить, принять для себя, что тенденция на рынке изменится только тогда, когда Конгресс США, власти, Белый дом, республиканцы, демократы, законодатели дадут экономике деньги. То есть до этих пор настроения будут зависеть именно от ситуации с пандемией и спекуляции на тему того, когда эти меры будут согласованы и будут ли согласованы в необходимом объеме и так далее. Нужно просто определить для себя позицию, что эти меры неизбежны. И, соответственно, учитывая, в принципе, довольно низкую волатильность по ходу индекса доллара, все-таки как только это решение будет принято по ним, американская валюта снова упадет вниз. Я не отказываюсь от коротких позиций. В принципе, я даже особо и не переживаю за то, что вот локально произошел такой рост, потому что верю вот в эту фундаментальную идею и знаю то, что доллар все-таки начнет продолжить снижаться. А что касается европейской валюты 1.1752, секундочку, более широкий таймфрейм. Мы сейчас как раз находимся в области довольно размашистого восходящего канала в значениях и вблизи его нижней границы. Вот как раз оперируя еще и техническим анализом, можно предположить, что восстановление, которое, по идее, должно пойти, может начаться прямо с текущих значений. А то, какими темпами оно будет происходить, будет зависеть уже от решительности Конгресса США, как я уже отметил, потому что, прежде всего, нам нужно увидеть ослабление курса доллара. Сегодня заседание Европейского центрального банка. Я думаю, то, что каких-либо сюрпризов и новых решений, в принципе, не будет. Я не ожидаю, что евро покажет сегодня какую-то мощную волатильность. Но даже если она и будет, то все-таки лучше даже делать ставку на рост, потому что сегодня Кристин Лагард может допустить возможность увеличения мер экономического стимулирования, которые положительным образом повлияют на курсы европейской валюты. И что касается британца, волатильность этого актива остается на очень высоких значениях. Вот, посмотрите, вчера мы коснулись лоу на отметке 1,2915, сегодня уже на 100 пунктов выше. Фунт останется заложником все-таки фона, связанного с Брекзитом. Пока что новостей, друзья, нету. А если нет новостей, то в последующие дни могут прийти разного толка содержание. Новостной фон, негатив по Брекзиту, либо позитив. И чтобы не гадать, как он может повлиять на курсы британской валюты, как и раньше, давайте лишь наблюдать за происходящим, но в него не лезть. Друзья, на этом, собственно, все. Огромное вам спасибо за то, что следите за контентом Амаркетс. Смотрим за тем, как поведут себя финансовые активы дальше. Буду держать вас в курсе. Всем пока.